Всем привет, друзья! И сегодня мы будем оценивать новое обновление, которое вышло совсем недавно. Ну что ж, давайте начинать! И начнем мы с Бравл Пассов. Первое, что можно получить в Бравл Пассе, это скин на Кольта. Акула Кольт. Он очень крутой и красивый, как по мне. Ну, он заслуживает стоимости из 170 гемов, хоть это даже не только скин стоит, а просто с Бравл Пассов. Скин очень крутой, как по мне. Итак, новый Бравлер Отис. Да, он из каких-то морских глубин. Он влияется краской, а его ультра, когда он выкидывает звезду, противник не может атаковать 5 секунд. Это прям очень круто, потому что, ну, как бы, противник не сможет ничего сделать. Ни гаджуты завязать, ни пассивку, ни ульту. Только убежать сможет. Так что Отис, наверное, будут фиксить совсем скоро. Ну, где-то через обнову. Или в следующей обнове, кто знает. Ну, и перейдем к самому скину на Отиса. Скин на Отиса. Фара Отис. Очень крутой и зачетный скин, как по мне. Ну, конечно, не самый вот прям лучший. Не сравнится, конечно, с Кольтом. Но такой скин, как почти колючая Ева, только чуть-чуть получше. Но на нем мы долго задерживаться не будем, поэтому погнали дальше. Итак, Коралл Бейль. Это очень интересный скин, так как, ну, на Бейль скины появляются теперь достаточно часто. И скин достаточно красивый. Ну, немного, наверное, много скрыто лицо Бейль. Ну, в принципе, это придает такой неизвестности немножко. Так что ничего страшного. Ну, а мы переходим к другому скину. Итак, скин Асминок Фэн, который можно выиграть у ютуберов. Ну, можно было. Сегодня уже нельзя, потому что только, кажется, 5 июня у всех ютуберов закончилась розыгрыш. Ну, вот это розыгрыш. Ну, его можно было получить практически вообще бесплатно. Так что, ну, это прям совсем круто. Ну, кто получил, я получил. Ну, а сам скин, как по мне, ну, такой себе. Потому что, ну, какие-то внешности я не увидела в себе, но я говорю, только в атаке Фэнка. Ну, у каждого свой вкус. Так что, давайте продолжать. Скин под штальон Брок за 25 побед в силовой лиге. Интересный скин, он никак не относится к тематике. Он, ну, в принципе, интересный. Ну, не такой уж прям крутой. Ну, для любителей какой-нибудь почты или всего, что с ней связано, точно сойдет. Поэтому скин где-то, ну, между хорошо и не очень. Ну, а мы переходим к другим скинам. Итак, перейдем к скинам Отлайн Фрэнс. Я буду говорить про все скины, а не по отдельности. Скины, конечно, милые. Но, как по мне, вот делать, конечно, переделать бравлера для скина, это, конечно, хорошо. Ладно, но делать так, чтобы у них уже менялась голова, например, как у Эдгара, или как у Биби, кожи. Ну, это прям совсем как-то уже за рамки того, что может быть, выходит. Поэтому, ну, скины, кому понравились, кому нет, все равно за них будут давать пины, как всегда. И сами скины, конечно, уже тоже будут. Скины, на самом деле, интересные, но слишком у меня уж милые, и как-то к тематике бравлера это не особо относится. Итак, новый режим Охотники. Если честно, такой себе, потому что, ну, это переделанная одинокая звезда. Только в этот режим Охотники добавили, сколько ты победил врагов. В нем какой-то интересности, интересной задумки нет. Но, к счастью, или к сожалению, это не единственный такой себе режим. Есть еще один. Итак, если его можно назвать режимом, то называйте, если вам захочется. Но я его даже режимом не хотел бы назвать. Это Мистери Мод. Даже в самом названии где-то режим не кроется. В этом режиме вам попадается рандомная карта, рандомный режим. Но карта всегда рандомная, но она на тематику новой обновлений. Подводные глубины. А вот какого-то карты ШД не будет. Потому что, ну, там только режимы 3 на 3. Другого нет. Ну, просто все режимы, которые только в 3 на 3. Других режимов там быть и не должно. Конечно, такое себе и не очень интересно. Но мы переходим к самому интересному. Ремодель Пенни. Пенни изменена полностью. Как и внешне, так и немного даже в ульте, гаджетах, пассивках. Ну, ульта у него тоже преобразилась. Так что, кроме этого, стали новыми 2 гаджета и 2 пассивки. И одна, это бочка, другая, я уже не помню, но бочка точно была. Есть также пассивка на то, что весь радиус туда и кидает свои снаряды пушка Пенни. Это, конечно, очень круто, что вот такая фишка есть. Теперь и Пенни стала точно сильнее. И вот кого теперь убирать. Дерила или Пенни вырешать. Ну, если там еще остались такие награды. Думала, теперь, как по мне, Пенни стала куда сильнее. И еще один скин, это DJ Ems. Да, тот самый скин из Person Make. Как по мне, скин не особо красивый, но под тематику Браво, может, про какой-нибудь Хэллоуин. И подойдет тут. Это очень подходит к скину DJ Friend, который был, который есть. Вот идеальная пара еще нужен DJ Mortis. И будет полная комбо. Ну, конечно же, скин такой себе для меня. Может, для кого-нибудь он и красивый. Ну, это ваше мнение. Если он вам нравится, то пусть он вам нравится. Пишите в комментариях, нравится вам скин DJ Ems или нет. Ну, а мы продолжаем. Ну, и еще одно нововведение в этом обновлении. Это клубные квесты. Можно отдохнуть от клубных войн, дать, так сказать, передышку и поиграть просто в клубный квест. Правда, квесты там очень тяжелые. Поэтому, как по мне, просто лучше играть в лиге два раза. А, точнее, три раза в неделю. Побольше продвинешься и побольше соберешь красных монет. Клубных монет. Ну, теперь пришло время оценки. Моей оценки. Итак, это мое мнение, и оно может не совпадать с вашим. Ну, как по мне, это обновл заслуживает где-то 4,7 баллов из 10. Но если откинуть дроби, сказать нормально, где-то 7 из 10. Ну, а на этом я заканчиваю ролик. Если он вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok